Всем привет! С вами Бумбасик. Друзья, три дня назад у Паши Яцина вышло большое видео на YouTube-канале Красная Плесень. Красная Плесень, я вот почему записываю это видео, потому что я хочу сказать, что да, было так, было классно, было круто. Я большой фанат команды Красная Плесень, Павла Яцины, в частности. Мне нравилось, вот обратите внимание, здесь на камере показывать наоборот, но можно наоборот прочитать, что написано вот здесь 2001 год. Мне 15 лет, я пизденышный пацан, рисую этот рисунок, и он у меня по сей день, уже с того момента прошло 22 года, и рисунок вот он, на клеточном листочке нарисован ручкой. Это примерно было вот в этом возрасте. Вот фотка сделана. Если присмотреться, рисунок здесь этот позади меня вот висит. Я хочу сказать Павлу, что он красавчик, он большой молодец, он лично в моей творческой жизни принял большую роль, огромную. Я вырос на его песнях. Вот моя группа, вот я сижу за барабанами, я фигачил на барабанах. Эту фотку я уже покажал в прошлых видео. И вот с общаги. Какой-то кураж. Во-первых, это музыка, да? То есть вообще к песням красной плесни я отношусь, отношусь очень классно. Они бывают с небольшим перебором. Ну, слушайте, с большим перебором на матах и про секс, или про то, что там ебучку набили. В целом такая жизнь получается, по сути. Человек поет правду. А по поводу матов, ну, много модершенных песен. И особенно классно об этом высказались, конечно, наши пацаны из группы Многоточие, Краснодеревщик, Руставели. Они когда-то сказали, не прогибайся под форматы, если пишется хуяч матом. И в целом знают. И Многоточие все знают, и Красную Плесень все знают. И ребята четкие, чуваки, играют классную музыку. Ну, музыка в приоритете, да? Если бы они там, скажем, ложкарями были, на ложках, на деревянных фигачили, и вот пели вот то же самое, что они и поют сейчас, наверное, мы бы их не полюбили, и они нам не нравились. Поскольку они вкладывают в это, делают красиво, четкие пацаны. Ну, Паше и Яцине, конечно, респект. Респект. Спасибо, Пашка, тебе за мое детство. Даже, может быть, спасибо за то, что я стал таким, каким я стал. Я, кстати, вот тут песню «Городок» маленько тоже переделал, но у меня получилось не так, как у тебя. У тебя же... Вообще, за что я люблю песни, да? Песни, которые я люблю, это история. История, это книга, которая может быть краткое содержание, может быть развернутая, да, с большим пониманием. Или, например, вот у некоторых исполнителей есть книга, которая по главам делится, да? То есть, вот моя песня, моя жизнь, и вот там 25 песен, это 25 глав, например. А вот у «Красной плесени», например, у нее каждая песня – новая история, новая книга. И в целом, если понимать, о чем поют, да, не то, что там мат-перемат, нахуй-похуй и там прочее, да? А если вникнуть и понять, о чем поет человек, это очень круто получается. Это прям здорово. И я горжусь, что у меня в моей жизни была «Красная плесень» и такой классный чувак. Респект, большой лайк от меня. А с вами был Бомбасик, друзья. До новых встреч. Слушайте хорошую музыку, слушайте хорошие песни. И не ведитесь на уловки мудаков.